друзья всем привет меня зовут анатолий пашкевич и сегодня мы снова продолжаем рубрику карп фишинг для новичков в сегодняшнем видеоролике а мы немножко раскроем тему тему касающейся поводков карповых поводков это самые основные три поводка которые я считаю будут необходимыми скажем достаточными до для ловли на первых парах в дальнейшем вы уже сами будете понимать смысл каждого поводка до смысл каких-то новых монтажей и естественно будете то есть уже развивать свой скилл да вот сегодняшнее видео я покажу лишь три основных монтажа с которых я считаю все начинали и в принципе на начальном этапе вот этих трех поводков будет более чем достаточно расскажу вкратце в принципе для чего каждый из этих поводков понадобится то есть в каких ситуациях и покажу как их быстро и эффективно просто мажу можно сказать связать так как вижу их именно я друзья но не будем слишком долго затягивать предисловие никому не нужны а приступим уже к вязанию поводков начнем от простого к более сложному можно так назвать единственно прошу перед тем как мы начнем показывать подписаться на наш канал поставить лайк и прожмите колокольчик чтобы не пропускать новые видео первый поводок о котором бы хотелось сегодня скажем упомянуть это наверное поводок с которого начинали ну я думаю абсолютно все карпятники в той или иной степени то есть это обычный карповый поводок с волосяной оснасткой и на обычном мягком поводковом материале а данный поводок в принципе универсальный подходит для большинства случаев карповой ловли так ребят первую очередь нам понадобится обычный поводковый материал то есть это плетеная нитка даже честно сказать я даже пользовался плетеной ниткой и в первую очередь как делаю это я именно буду показывать как делаю я для себя это берем первую очередь кусочек маленький силиконовой трубки у меня это обычно это полтора миллиметра использую смотря для каких крючков вот этот кусочек силиконовой трубки несколько буквально 2-3 миллиметра надеваем на иглу продеваем его сразу же на наш поводковый материал а далее берем обычные бусинки желательно использовать прям маленькие если есть стягиваем также и сюда на материал и следующим шагом здесь мы завязываем петлю можно и восьмерку не вижу смысла здесь заморачиваться вижу всегда самый обычный узел что петля сильно большая у нас не было можно сделать это с помощью иголки так сделали здесь петельку сразу же берем и отрезаем лишний хвост можно прям под корень его отрезать он нам не понадобится так дальше что мы делаем немножечко сюда стянем в идеале то есть смотрите друзья можно в принципе вот этот длину волоса до на крючке его можно по идее отмерить то есть да и взять инструменту для измерения волоса там заготовить чтобы количество поводков заранее либо можем сразу поставить сюда насадку то есть давайте я покажу сразу с насадкой допустим я чаще всего делаю поводки уже по необходимости на водоеме так как я не спортсмен рыбак то есть времени у меня хватает вот стягиваем сразу же сюда нашу насадку сейчас возьмем стопорочек вот таким образом мы можем подогнать идеально длину волоса под наш крючок да вот мы поставили здесь сразу же поджимаем резиночкой вот эту резинку можно в принципе не ставить но исходя из практики даже когда одна составная насадка у она все равно размокает в воде через какое-то время и начинает гулять по волосу а так она уже зафиксирована никуда не денется второй шаг берем нашу вот силиконовую трубочку до которому сюда надели берем крючок который будем использовать и вот таким образом по направлению жалом в сторону насадки аккуратненько чтобы не порвать не задеть материал поддеваем и натягиваем его на цевьё да надели на цевьё теперь отмерить нам нужно в принципе где-то около 25 сантиметров это я так делаю всегда недостаточно это буквально 25 сантиметров а вот здесь как отмерить да вот это расстояние то есть чтобы волос был не слишком длинным не слишком коротким все по-разному это в первую очередь я выставляю вот эту резиночку на уровне вот видно я думаю да на уровне вот этой бороздки то есть и второй момент то есть как я опять же для себя делаю то есть укорочу волос до такой степени чтобы он по касательно вот так когда проходит только-только задевал крючок видите да и все дальше продеваем наш поводковый материал в ушко и делаем обычную без узловой обычно без узловой узел до наматываем буквально оборотов 56 3 4 5 6 будет достаточно и кончик продеваем обратно же дав по направлению к жалу в сторону жала нашего чтобы здесь у нас обязательный момент ребята следите всегда чтобы при затягивании у нас поводковый материал выходил из узла вот здесь видно сейчас нужно из узла выходил ровно по кромке до по верхней спинки крючка чтобы он был не вниз не в бок а именно по верхней спинки вот так в принципе мы уже связали готовый монтаж сюда сразу же оденем конус отвод сейчас отвод и вот так же надеваем на иглу так проще всего и стягиваем на наш материал здесь уже выбирайте необходимую длину поводка для вас какая для вас примем у меня обычно это 15 17 может быть 18 сантиметров и здесь мы формируем узел восьмерку то есть вяжется он достаточно просто то есть узел восьмерка это узел который не затягивается накладываем петлю проворачиваем ее по ходу вращения еще раз и иголочкой просто быстрее будет вытягиваем его наружу таким вот образом сейчас нужно это немножко подтянуть в принципе он уже никуда здесь не денется отрезаем лишний хвостик все поводок наш уже полностью готов здесь как вы видите ничего сложного поводка хорошая засекаемость тоже при желании то есть можно вот он прекрасно разворачивается при желании вот сюда можно еще поставить термоусадку немножечко угол задать но вы это уже сами поймете постепенно по мере необходимости второй поводок в принципе практически то же самое с небольшими изменениями то что здесь у нас уже поводковый материал идет а либо жесткий либо средней жесткости в оплетке обязательно в оплетке вот и данный поводок он у нас будет предназначен именно под плавающую насадку в принципе его можно использовать и для тонущих насадок но я именно покажу версию для плавающей насадки чтобы было у вас для разнообразия а здесь в принципе все то же самое ничего такого супер особенного нам понадобится только поводковый материал уже в оплетке то есть буквально где-то сантиметров 12 а поводкового материала берем и первое что нам нужно сделать это снять с него нашу оплетку да здесь принципе это все делается сейчас различных инструментов хватает для этого делается это нехитро все вот видным как раз здесь наглядно да вот мы сняли поводковый материал и вот на эту часть мы абсолютно также тоже проделаем все те же до манипуляции то есть изначально мы одеваем кусочек силиконовой трубки как мы делали и до этого вторым шагом мы также одеваем сюда резинку и здесь же мы формируем сразу петлю то есть для стопора уже напоминаю обычная петля обычный узел здесь мудрить смысла нет это узел никакой нагрузки на себя не берет подтянули лишние отрезали и сразу же наденем насадку здесь насадка у нас будет плавающая хотя в принципе с этим поводком можно прекрасно использовать и тонущие насадки вот надеваем наш поп-ап и ставим наш стопорок подтянули зафиксировали насадка готова дальше берем крючок большой крючок нам здесь не нужен берем крючок и надеваем его абсолютно также по направлению к нашей насадки здесь абсолютно также отмеряем необходимое количество то есть какая длина поводка приблизительно у нас будет смотрим то есть около 25 сантиметров обычно отрезаю абсолютно также протягиваем в ушко крючка выставляем длину волоса необходимую нам но здесь то есть опять же хочу обратить внимание если вы будете рыбачить только на тонущую насадку но поп-ап до которая будет поднимать крючок наш вообще вертикально а я обычно стягиваю вот эту силиконовую трубочку немножко выше вот этот топорок наш буквально немного выше чем сама жало то есть чтобы и естественно и короче у нас становится сама сам волос чтобы он именно ставил в таком положении наш крючок все далее вяжем без узловой узел наш 1 2 3 4 5 достаточно будет до пяти фиксируем и хорошенько протягиваем обязательно следим чтобы волос наш выходил ровно по центру крючка таким образом здесь видите у нас осталось буквально несколько миллиметров свободного материала ставим конус отвод и завязываем узел восьмерку в принципе наш поводок уже готов единственный момент что лучше его расправить над паром чтобы вот эта часть была максимально прямой и что мы еще сделаем то есть так как у нас этот монтаж именно будет то есть видите у нас здесь есть подвижная часть и этот монтаж у нас будет вот в таком положении на дне допустим до находиться то есть поводок на дне лежать вот так ручок будет стоять вот так вертикально чтобы он у нас весь поводок вот так не поднимала берем немножечко вольфрамовой пасты в принципе можно использовать бусины какие-то свинцовые бусинки и вот сюда на соединение где у нас заканчивается материал мы хорошенько это все дело обжимаем то есть она вольфрамовая паста как пластилин очень удобная на самом деле вот и таким образом вот эта паста она не даст подниматься нашему грузику нашему поводку вернее целиком вверх вот и будет очень хорошая красивая презентация вот так это примерно должно выглядеть на дне а ну и третий поводок который я тоже считаю что очень во многих ситуациях выручает действительно очень хорошо работает это так называемый комбирит то есть поводок где у нас совмещены два материала то есть это флюорокарбон жесткий и мягкий поводковый материал который позволяет задавать нужную подвижность для нашей насадки для нашего крючка очень хороший поводок позволяет не путаться оснастки при забросе и при приводнении максимально далеко ложить оснастку от нашего грузила давайте его тоже свяжем здесь нам понадобится два материала то есть это любой плетеный материал без оплетки и жесткий материал то есть можно флюорокарбон обычный можно специальные материалы для поводков есть различных брендов различных производителей в первую очередь пока это мы убираем в первую очередь здесь мы проделываем все те же манипуляции что делали и до этого да то есть обычно мы берем кусочки силиконовой трубки несколько миллиметров здесь мы абсолютно все тоже самое делаем что и в первом варианте мы делали в принципе что и во втором тоже самое здесь вяжем сразу же петлю лучше все таки это с иглой делать можно поменьше было конечно петельку сделать какая есть отрезаем лишний кончик не нужны нам вот сюда в принципе можно было еще силиконовую одеть резиночку стопорок но он в принципе не всегда нужен при желании можно сразу же его одеть надеваем и здесь буквально сантиметров но я оставляю запасом чтобы удобнее было вязать сантиметров 15 можно меньше сделать если аккуратно будете делать в торопях не всегда аккуратно получается сразу же также оденем сюда нашу насадку так и все это застопорим все стопорок поджали выставляем также как и обычно так резиночку напротив жало отмеряем расстояние в сторону жало протягиваем вяжем без узловой узел буквально 5-6 оборотов и протягиваем обратно точно также в том же направлении так все мягкая часть поводка у нас уже готова вот как вы видите теперь нам нужно соединить ее с жестким плечом как мы будем ее соединять здесь в принципе тоже нет ничего сложного отматываем наш материал делаем вот такую вот складку петлю до здесь покажу немножко так сделали складку протягиваем вот в эту петлю наш мягкий поводковый материал и вот здесь важный момент здесь в принципе да чтобы расстояние между вот крючком крючка да и флюрокарбоном нашим я обычно оставляю буквально где-то 2 миллиметра потому что при затягивание оно еще удлинится это расстояние даже ну 2 миллиметра будет достаточно здесь поджимаем пальцами чтобы не сдвигалась и накручиваем наш мягкий поводковый материал вокруг клюрокарбона я обычно делаю где-то 79 оборотов чтобы держалась лучше 678 по моему все не сбился и обратно тоже несколько оборотов я обычно где-то оборота 3 делаю так намотали в обратном и выводим наш материал абсолютно также как мы его и заводили то есть сейчас покажу продемонстрирует а то есть вот наши оба кончика выходят с одной стороны петли видно да вот и подтягиваем здесь обязательно нужно смочить чтобы не пережигать наши материалы так мы сейчас воспользуемся затяжкой обычно вот здесь я обрезаю все под самый край так раз обрезали не вот эту часть в принципе здесь можно миллиметр оставить он ничего роли никакой не сыграет вот у нас в принципе мы сформировали соединение а еще да ну не обязательно может быть если вы уверены в своих узлах это делать но я обычно здесь еще немножечко проклеиваю буквально одну капельку так в принципе уже все готово вот как вы видите у нас мягкая часть есть очень жесткое плечо отрезаем опять же исходя из нашей до необходимости вода отмеряем необходимую длину нашего поводка здесь обычно я вот ну твердой части этой жесткой до жесткого плеча делаю приблизительно где-то сантиметров до 15 то есть не длины и здесь в принципе можно завязать узлом обычной восьмеркой то есть самый такой простой узел для флюрокарбона тоже подходит он вяжется достаточно просто и держится достаточно хорошо так сейчас мы его немного протянем потому что жесткие материалы они не очень-то любят вот такие узлы вот здесь для надежности я бы рекомендовал как раз капельку клея оставить аккуратненько без фанатизма лучше использовать клей вот наподобие вот что такого гелевым очень хорошо то есть не растекается наша петля готова ставим на место наш конус отвод и наш поводочек полностью готов к работе здесь мы имеем жесткое плечо вот эту часть которая не позволяет поводку запутываться заставляет скажем наш поводок при приводнении падать максимально далеко от грузило и при этом есть мягкая часть подвижная до которая дает свободу действия насадки там рыбе когда она поднимает насадку вот друзья как вы сами могли убедиться в принципе вязание данных поводков нет ничего сложного но вот именно данные поводки позволяют закрыть очень широкий спектр потребностей до в карповой ловли то есть это и ловля на плавающие оснастки ловля на тонущие насадки друзья очень надеюсь что данная информация будет для вас полезной и с помощью этих поводков вы сможете поймать свои первые трофеи долго затягивать также не будем предисловие если какие-то вопросы остаются пишите всегда в комментариях я по возможности когда вижу всегда стараюсь отвечать вот с радостью вот с вашей стороны буду очень благодарен если поставите лайк подпишитесь на канал и прожмете колокольчик это будет для нас дополнительным стимулом чтобы снимать новые видео ну а с вами был я анатолий пашкевич до новых встреч ну а с вами был я анатолий пашкевич